Свет в подъездах отключается автоматически. Тем не менее, расходы на электроэнергию смущают своими объемами, удивляется старшая по подъезду дома 93А поселка ГЭС. Заводовин всегда много, всегда много. Посмотрим, посмотрим, батюшки, откуда такие деньги, не знаю. За свет, за воду. Еще прибавляют по кубу воды. Каждый месяц. На каком основании? Заподозрив, что сумма в графе УДН необоснованно завышена, люди обратились в жилинспекцию. Ее сотрудники выяснили, управляющая компания незаконно перераспределяла объем общедомовых нужд с октября 2014 года. По словам специалистов, УДН сверхнорматива должна оплачивать обслуживающая организация. Правда, в том случае, если жители не примут решение на общем собрании о перераспределении этой величины на всех. Управляющая компания Жилкомсервис в отсутствие протокола общего собрания распределяла всю величину расходов на общедомовые нужды на собственников. Выше, чем величина на общедомовые нужды, которая должна была населяться по нормативу. Получается, что жители дома 93А поселка ГЭС переплачивали за УДН в течение полутора лет. Впрочем, в управляющей компании этот факт отрицают. Протокол общего собрания о перераспределении УДН есть, говорят в Жилкомсервисе. Единственное нарушение, которым они говорят, что формулировка повестки дня данного протокола не соответствует тому, чего они хотят. Поэтому это единственное нарушение. Это не говорит о том, трактовать о том, что мы нарушили какое-либо законодательство в части распределения УДН, некорректно. Жилинспекция предписала управляющей компании устранить нарушение. Сделано этого не было. Поэтому Жилкомсервис привлекли к административной ответственности. Мировой суд постановил наложить на управляющую компанию штраф в размере 200 тысяч рублей. Сотрудники управляющей компании Жилкомсервис считают, что ставить точку в этом вопросе еще рано. В законную силу решение суда не вступило. Они намерены его обжаловать. В жилой инспекции тем временем подсказывают, что жители должны обратиться в управляющую компанию с требованием сделать им перерасчет.